Поймите, супружеская жизнь – это работа. Это вот взаимная работа двух людей. И не каких-то эфемерных половинок, которых соединили какие-то существа наверху. Браки не заключаются на небесах. Браки заключаются вот в этой работе, когда вы вырабатываете навык общения друг с другом, складываете и какие-то общие задачи. Взгляды должны быть у вас общие. Конечно, есть некая такая эмпатия, которая связана с любовью. Про любовь я поговорю в другом ролике, и вы поймете, ну, немножечко без романтики. Но когда вы складываете семью, вы должны прежде всего подумать, а устойчивы ли черты характера вашего партнера. А то он сегодня так, а завтра так. Может быть, не только женщины, такие как Ветер Май, но и мужчины. Важно еще, достаточно ли развиты выливые качества личности. И вообще, самое главное, а задумывается ваш партнер, да и вы сами, вступающий в брак о своем будущем. Это вот те вопросы, которые необходимо подумать, поднять заранее. И попробуйте ответить сами для себя. А когда вы встречаетесь со своим партнером, когда вы задумывались и колечки подарили друг другу, то вы должны подумать, что взаимоотношения – это не манипуляция, это компромиссы, это какие-то уступки, а не следствие борьбы за власть в семье и влияние и соперничество. Часто бывает так. Партнеры манипулируют. Отказ от участия в сексуальных отношениях, чтобы другому продемонстрировать. Ты, скотина, вот знай. Или, может быть, унизить, наказать. Или, допустим, часто демонстративные поздние приходы. Ну, вот доказать, что он независим, она независима, такая самостоятельность. Прихожу, когда хочу, кошка какая нашлась. Или вот обвинение по мелочам. Ты меня не любишь, потому что мусор не выбросил, а ты больше не досолила, потому что ты меня не любишь. Вот эти перетягивания каната должны убраться в семье. Я вам скажу больше, что первые 17 месяцев, когда вы встретились и решили выстроить взаимоотношения надолго, на семью, у вас и у того, и у другого вырабатывается окситоцин. Это гормон, который обучает человека на уровне химии привязываться к другому человеку. У мужчин он слабовато вырабатывается, поэтому мужчина не так сильно привязан к детям своим бывает. А женщина во время родов испытывает яркий такой всплеск окситоцина. Даже если у нее не хватает окситоцина, его дают как лекарство, чтобы сокращалась матка при рождении. И привязанность к детям у матерей сильнее. Так вот, условно говоря, эти 17 месяцев, когда окситоцин бурлит в нашей крови, это не важно, 20 вам лет или 40, может быть 40, не 17, а поменьше, это бонус, когда вы можете выстраивать отношения, не перетягивая канат. Вот здесь запретите себе доказывать свою самостность и тянуть канат. Пойдите на поводу у своего гормона окситоцина, и вы увидите, что медовый месяц может длиться год. А за этот год вы притрётесь. Обращайтесь ко мне, я вам помогу, помогу разобраться вот в ваших претензиях друг к другу, часто мелочных, часто такие, которые раздуваются из мухи слона. Но есть кризисы серьёзные, о них поговорим в других роликах. Очень серьёзные кризисы. Пять этапов, которые не связаны с годами, которые связаны с периодами вашей семейной жизни. В общем, подписывайтесь на канал, смотрите меня, обращайтесь. Я знаю, как вам помочь. Я хочу, чтобы семьи были крепкие, чтобы детей было много, чтобы вот выполнялась задача майских указов по пополнению нашей страны, подрастающим поколениям. Кто меня, пенсионеры, кормить будет? Шутка, но в долю шутки. В каждой шутке есть доля шутки. Я с вами и знаю, как вам помочь.